МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Цена на топливо растет, качество падает". Чем выше налоги, тем выше премия, тем больше стимул производить нелегальное топливо. Нелегальное топливо захватывает рынок, вытесняя качественный бензин. На рынке настоящий бардак. Я думаю, что, учитывая, что сейчас объемы легального завоза нефтепродуктов и производства падают, я думаю, что 50% рынка будет в тени. Запрет на проверку нефтебизнеса только подогревает эту ситуацию. На законодавчем уровне заборонены все державные проверки якости на автопродукте. Журналисты программы секретных материалов раскрыли механизмы производства суррогатного топлива. Мы нашли украинский кувит, где бензин бьет прямо из-под земли. Узнали, сколько платят силовикам за покровительство. Можно отдать силовикам три грима, например, или четыре. Там огромные объемы, поэтому это всем интересно. И поймали полтавских правоохранителей практически на горячем. Под видом брендового топлива на украинских АЗС вам могут залить все, что угодно. Жаловаться не на кого. С 2011 года властник АЗС не несет никакой ответственности за то, какое паливо он реализует на собственной заправке. За качество палива несет ответственность. Вырубник, вызначить какого достаточно сложно. Полная безответственность и сумасшедшее налоговое давление толкают владельцев даже брендовых АЗС на сделку с совестью. Есть сети, которые полностью торгуют бодяжным бензином. Есть сети, которые торгуют отдельными марками бодяжного бензина. Государство закрывает на это глаза, надеясь только на хорошее отчисление в бюджет. У нас заборонено в будь-якій перевірке якости нафтопродуктів. Офіційно це відбувається, розпочинаючи з серпня місяця минулого року. Главное для правительства – получить свої 11 гривень налогов з кожного литра. В державі все одно, яке паливо реалізується на заправках. Адже воно отримує прибуток в розміри понад 40% в структурі роздрібної ціни від реалізації і суррогату, і високоякісного палива. Для производства топливной подділки нужно только желання і любая горюча жидкость. Вот цистерна этого продукту. Цистерна етанола. Там, не знаю, пару вёдер стабилизатора, чтобы всё это не расслоилось. Смешали, готово. По всей стране разбросаны десятки мини-заводів для производства бодяги. Вот один із них. По сути, это большой самогонний аппарат, на выході із которого можна получить 92-й, 95-й или даже 95-й євро. І, ну, то нам відомо, що найменше 88 підприємств, на яких, так званому, малої потужності, на яких, можливо, виготовляють, в тому числі, і паливні суміші. У бодяжников одна проблема. Где взять сырье для производства суррогата? Преимущественно, это внутренние источники. То есть, это, опять-таки, там, краденый газовый конденсат, покупной газовый конденсат, стабильный бензин у нас массово производится на различных предприятиях. И, кроме того, это всё так же импортируют. Компоненты для суррогата можно купить. Но проще украсть. Где? В украинском Кувейте. А именно, Полтавской області. Якщо проїхатися, наприклад, Полтавською областю, якщо проїхатися Дніпропетровською областю, то можна побачити достатньо велику кількість качалок, які видобувають той же самий газовий конденсат. Именно тут находяться скважины Укргаздопычи, которые добывают нефть, газ і основне сырье подяжников – газовий конденсат. Кустарне производство розцвело просто бурным цветом. І речі йдёте просто о мільярдах гривень. К золотій паутині подземних конденсатопроводів прилипли все. Жители болтавських сёл, владельці бензовозів, руководители нефтебаз і правоохранители – все зарабатывают на кондюре. Так здесь называют газоконденсат. Газовая станція «Солоха». Именно тут начинает свій путь газовий конденсат. Он идёт по трубопроводу, проложеному под землёй, в который злоумышленники і делают свої врезки. Врезка в трубу с горючей жидкостью, под давлением, ещё и под землёй – операция космического масштаба. Но игра стоїть свеч. Полный бензовоз за 40 минут. І почти даром. Виявить спрятанную под землёй врезку – очень сложно. Но мы смогли. Видите, значит, мы видим два поля. На этих полях проходит конденсатопровод, который находится под охраной. Значит, если вы обратите внимание, в том месте, где раскопано, там проходит конденсатопровод. Он находится на глубине порядка 60-70 сантиметров под землёй. Охранная фирма тщательно следит за трубой и даже задерживает преступников на горячем. Ну, за последних полгода, благодаря совместным усилиям Службы безопасности ГПУ, наработанным алгоритмом, нам удалось произвести задержание порядка 8 автомобилей в момент попытки заправки. Все задержания происходят только совместно с правоохранителями. Благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами как бы и происходили все задержания. Но работа в полях сводится на нет в высоких кабинетах. Стоящие у дорог мини-заводы, гоняющие без документов бензовозы. Всё это вряд ли совершается без согласия правоохранителей. Денег хватает на всё. Коррумпировать и милицию, и СБУ, и налоговиков, и всех подряд. Поэтому это очень доходное дело. Подтверждение наших предположений мы нашли в самой Полтаве. В январе месяце отважные правоохранители полтавского УМВД на горячем поймали преступников. Масс-зерновоз на транзитных номерах, переоборудованный под перевозку газоконденсата с полной ёмкостью. Громким арестом милиционеры похвастались у себя на сайте. Вот эта машина на месте преступления. А это задержанный за рулём господин Воронин. Казалось бы, отсюда не отвертеться. Но нет. Меньше чем через месяц и преступник, и машина уже на свободе. Но на сайте МВД Полтавы об этом уже не пишут. Секретные материалы нашли. И это авто, и огромный склад по хранению газоконденсата. Вот машина, а вот и склад. Задержанная в январе, так же, как и сам господин Воронин, снова в строю и трудятся, не покладая рук. Местные говорят, что таких складов здесь много. Вот ещё один. Сюда ежедневно приезжают странные бензовозы. Охранник сам не знает, что охраняет. А у вас тут нефтебаза, да? Да. А что? А что, бензовозы выезжают, заезжают у вас? Без понятия. А кто директор? Директор? Да. А фамилия? Одином. Как возможно, чтобы под носом у милиции так спокойно ездил ворованный газоконденсат? Почему милиция не может найти склады, которые журналисты нашли за два дня? Как задержанный с поличным преступник оказался на свободе? И кто из правоохранителей отпустил его вместе с орудием преступления? С этими вопросами мы едем к новоназначенному начальнику ОМВД Полтавской области. Господин Бехс с воодушевлением рассказывает нам про все то же январское задержание МАЗа с газоконденсатом. В начале года была сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями также задержана одна из групп, которая занималась указанным видом преступления. На сегодняшний день в отношении указанных фигурантов дело расследуется. Вот тот автомобиль, который был задержан, где он сейчас? Процессуально, когда задерживается предмет и транспортное средство, в котором был предмет преступления, оно должно быть признано вещественным доказательством, изъято, и на него должен быть наложен арест, ухвалы суда, потому что это вещественное доказательство. Мы бы хотели показать вам видео, мы вчера оценили в селе Супруновка, видео того самого автомобиля, который был задержан. Я был бы очень рад. Посмотрев видео, господин Бех отдает приказ разобраться, а сам убегает, говорит на совещании. Рядовые сотрудники ОМВД, которые по приказу начальства прибыли разобраться, более осведомлены, чем начальство, и знают, что к чему. Стоит автомобиль, который был задержан в январе месяце. Есть такое дело. Ну, тут, опять же, Роман Борисович, вопрос немножко не по нам. Занимался УБОЗ этим автомобилем. Нам сказали, что мы не доросли до этого уровня. Сейчас в течение, по которой мы его выбили, этот автомобиль. И, опять же, занимались этим не мы, ну, вы знаете, что это. Правоохранители разыграли начатый спектакль до конца. Поехав с нами ночью на склад, они торжественно нашли машину. Зафиксировали наличие склада и пообещали нам во всем разобраться. Заяву проехали на месте, действительно стоит автомобиль. Завтра уже будем установлять, кому належит база, кому належит данный транспортный засип. Проведется проверка. Вас после проверки проинформуемо про... Вы ведомы, взагалі, цей автомобиль? Вы знаете? Не, не ведомо. Не ведомо. Но уже тогда у нас на руках была копия постановления о закрытии этого криминального производства. Вот оно. Согласно решению следователя, по просьбе задержанного преступника Воронина, автомобиль был ему возвращён, а дело было закрыто. Мы направили официальный запрос в УМВД Полтавы с просьбой дать объяснение тому, что для освобождения подозреваемого достаточно только его просьбы. Но к моменту выхода программы в эфир ответа так и не дождались. По заявлениям экспертов, остановить такое масштабное производство фальсификата могут волевые решения правительства. Лицензия на перевозку этих компонентов тут же обрубит огромные объёмы поставок. Тут же. Потому что без этих компонентов ты не сможешь производить топливо. А ответственность за качество топлива владельцев АЗС остановит сбыт суррогата, повысит качество бензина и продолжит жизнь вашего автомобиля. КОНЕЦ